что-нибудь интересненькое с ними но раз мы о тем видео мы говорили вот давай я тебе свои покажу чтобы у нас потом дальше разговор продолжился этот вот как раз тут что упавший был они так как у меня на улице на жаре и на холоде вот сейчас солнце наверно отсвечивает и в принципе даже в камеру не вижу что уже нужно обработать их и от грибка и от клеща они по выгорали кое-какие листья тут уже по обрезала солнце очень слепит те что же совсем засохшие были вот это вот наверное кира рассказывала да про цимбидиумный грибок или где-то я недавно слышала вот этот вот он наверное это скорее всего не ожог а именно грибок да его клей поел и на него грибок сел несмотря на то что жарко вроде бы какой грибок не сырость же да влажность все равно есть ничего мы те листья обрежем у нас новые вырастут и плюс еще фунгициды мы все равно буду обрабатывать вот этот вот ростик новенький совсем вот этот не старый на него надежда что он будет свистеть и это старый это совсем старые как ты говорила бабушка прабабушка это тоже старый вот ночь и шлепнулся же и так эти страшные листья и как раз то с ножницами ковырялось мы его как раз и отсекаем еще и помялся и побился и поели его и погрызли и обожгли надеюсь вот он счастлив так как это все что на природе с ним происходит и зимой у меня зацветет нас счет счастлив я конечно шучу вот еще один товарищ его еще купировал очиток называется это так как он стоит почти целый день на открытом солнце вот он так красиво выгорел и стал у меня варе и ватный а был темно-зеленый вот с этой стороны я очень сотодым его от стенки листья более темные так как они закрывались вы даже все равно где-то внутри ли солнце поймать я пока смотрю мне так даже нравится вот это вот тут вот у него начал расти новый рост в конце это лето это еще почему и похоже там муравейник так все будем думать что с муравьями делать вот такой он получился выжженный там старые вы старые старые вот это принципе новый рост от него растет но это не может быть цветонос летом-то в жару вот у него прям по верху корни корни он из горшка приподнимается это еще даже не сильно он приподнялся да приподнялся потому что вот эта вот вся труха получается тоже вылазит из земли из горшка я сейчас подумала что это гусеница это корни если что даже у нас название есть ой где я куда снимаю мелом панда так в заросли залезли да вот еще один достала что у нас тут подсух подгорел даже не знаю что он так там на бульбах как он стоял вот так он наверное к солнцу стоял подгорели прям на бульбах именно они листья тоже что у нас было вот это старая бульба да и вот раз два три ой надо же и тут рост лезет я не знала что в такую жару росты растят интересно даже вот хорошо что я их начала крутить и рассматривать следующие два сюда солнце именно прямое солнце уже после часа не попадает поэтому не вот зелененькие горели не сильно этого сейчас крутила вот раз цветонос 23 цветонос отцвел он сверху вроде как сухой я палочку доставала внутри там влажный все но позавчера то дождь был растит что это у нас тут наросло вот эти передние так это все новое так что и дальше вот этот он цветет каждый год обязательно зимой у него такие пахучие мелкие очень мелкие но пахучие цветочки вот так вот он называется в семенце в шестнадцатом году я его купила у них два должно быть в горшке по-моему было два что ли вот еще один это из больших я его перевалила весной наверное в начале весны или в конце зимы как-то уже потеплело вот он тоже ростики довольно таки большие вот это вот на все клесть поедал вот так вот мы обалдеть я вот просто думала что за песок а там рост новый интересно как они тогда получается вылазит потому что вот такие вот вот как прям насыпано да на всех местах откуда лезут новый рост я как-то раньше это не замечала или это все муравьи их так новый рост это действительно муравьи такое строит вот он явно их угрызет вот эти вот белые это следы укусов это они делают муравейники что ли вот там где новые росты растут и там прям в земле их съедают а потом даже и не знаю что там были новые росты а может даже и цветоносы все сейчас посыплю вот надо же как же хорошо что я стала тебе про них рассказывать я об этом даже и не знала ой все просто и то же самое смотри видишь вот это вот ой как же показать вот новый рост получается что он как на горке да вот такая горочка из мелкой какой-то трюхи вот я вроде муравьев не вижу в общем там явные муравейники где именно где эти новые росты я так сыпанула конечно через черт но ничего страшного растению ничего страшного не будет мы покупаем вот такой вот от скалопендра от муравьев она тем более подействует вот это на улице следующей на улице на улице на улице на улице так еще кто-нибудь а нет ее даже уже кто-то съел ой матьки и тут тоже новый рост так бы здорово было чтобы это были цветоносы но цветоносы выглядят не так так называемся мы куда я снимаю вот так golden ароу я даже не записывала когда покупала наверное 2-3 года назад вот этот похоже даже он в своем горшке может быть сидит потому что он такой ой господи листья цветоносы так это все у нас это более из мелких есть эти цветы прилетели цветоносы старые тут новые ростики то есть сами по себе вот эти вот росты новые и вот они еще рост растят вот новый рост то есть он уже как бы новый но не до такой степени а вот смотри семена узнаешь укроп он у меня везде ты посмотри новые ростики у нас растут а я и не знала хорошо да это же у меня упал и что я думала о пересадке ну не буду я его пересаживать ха сидит пускай пока вываливаться вообще не будет не пересажу и сразу рядом чтобы далеко не ходить вот сейчас сколько у нас двух еще нету вот солнце уже до туда и потом она постепенно он еще за дом уже заходит только вот сюда достает да то есть им где-то до пол второго да прямое солнце но так как как тут деревья закрывает не так много именно прямого тут у нас тоже путь это я думаю воршок похоже новый я пересаживала скорее всего весной или в конце зимы опять же таки это у нас старый цветонос а да вот это мой любимчик я его купила случайно не собиралась это даже не у цинка была потому что у него смотри откуда цветоносы идут из середины вот как у фаленопсисов бывает из середины да из центра как это из центра роста вот у него из центра роста но у меня именно он еще не цвел я его купила с цветоносом потом у него еще один вылез цветонос уже который был зачат именно там в магазине вот смотри откуда цветонос идёт мне так интересно стало что неужели у них у всех у остальных так будут цветоносы расти и поэтому я его купила вот ой в камнях ежу гандура такая попробую к нему подлезть вот тут наверное был цветонос но он почему-то замер это тоже получается та бульба что у меня выросла это потом вот у него сейчас опять эти новые растут молодые верни тоже не новые это уже молодые считай да а вот теперь не знаю видно ли не видно тут эти листья я не только в камеру смотрю мне само уже интересно стало что неужели у них росты в такую жарищу растут ну это понятно то росты я имею ввиду совсем те маленькие пилки то кстати банан тебе не надо я не от этого а другого отсадила ой хотела показать я даже не заметила это шпазовсера получается хожу тут мимо него это вот это вот кактус а под ним а вот под ним цим видео два листа только торчат вот горе ну ладно это только эти покажу это природненькие знаешь их китайцы сейчас очень селькционируют это вариагатные получается а тут кстати тоже горе толковая это что-то подсох надо его наверное оттуда достать будет которые маленькими такими цветочками интересными растут я не помню как это называется а здесь может написано цимбидиум георинге георинге он я его купила он здесь местные его выращивают он прям как земле какой-то там земля с камушками как же это бандура поднят она колючая ой надеюсь это последние что-то я уже устала сюда солнце попадает еще это какой-то там из какой-то серии гибридов тоже только ценник да чуть меньше чем 5 долларов это все молодые росты молодые молодые совсем новеньких я не вижу что он 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 Продолжение следует...